Светлый вечер. На радио Вера. Актуальное Евангелие. И фарисей произносит слова, которые, в общем-то, ничего плохого в себе не содержат. Благодарю тебя, Господи, говорит он, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Я пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. А дальше очень интересно, как ведет себя мытарь. Он стоит вдали и не смеет поднять глаза на небо. Он говорит только одно. Боже, милостив, будь ко мне грешнику. И дальше это Евангелие, оно завершается такими словами. Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. То есть мытарь, он в глазах Бога более прав, чем фарисей. И здесь возникает сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, а что плохого в том, как молится фарисей? Ведь, по сути, он говорит спасибо, Господи, за то, что я приличный человек. А второй вопрос. Откуда такая логика, что возвышающий себя будет унижен, а унижающий себя возвысится? Она как-то жизнью доказывается? Или она существует в христианском сознании только и не всегда подтверждается теми фактами из реальности, с которыми мы сталкиваемся в нашей обыденной повседневной жизни? Попробуем разобраться с этими вопросами. В нашей студии настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, протерей Александр Абрамов. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Александр, по поводу... Спасибо, Господи, что я приличный человек. Но объясните, пожалуйста, действительно, а что в этом плохого? В чем фарисей не прав? Существовал средневековый силогизм. Свят ли тот человек, который знает о себе, что он свят? И ответ отрицательный. Никто не говорит о фарисее, что он плох. Никто не описывает его дальнейшую судьбу. Никто не говорит, что его образ молитвы был Богом отвергнут. Но мы знаем из поясняющей святоотеческой литературы, например, из Великого покаянного канона, там прямо высмеивается это обращение фарисея и говорит «Боже, благодарю тебя» и прочие безумные глаголы. Если не знать контекста, почему это безумные, что из безумного в «Боже, благодарю тебя». Но такая твердая уверенность в том, что у тебя все в порядке, успокоенность и самовлюбленное рассматривание праведности неприятным оказывается Богу. И не говорится, что фарисей ушел неоправданным, но что мытарь ушел более оправданным, потому что его молитва – это молитва несомненного покаяния. Человек унизительно-коррупционной профессии, несомненно связанный с делишками разными, не начинает Богу доказывать, что те или иные его действия… Ну вот, поставили меня, и я как все. Мы же очень любим так говорить. Ну а что можно в этих обстоятельствах делать? Это система такая. Вот он ничего не говорит по поводу системы, а говорит о собственном грехе и просит о помиловании. И его обращение в этом смысле значительно более живое. Мне тот текст, который вы прочли по-русски, кажется менее точным передающим смысл священного писания, чем его славянский эквивалент. В славянском эквиваленте говорится «возносяйся смириться, а смиряйся вознесеться». А все-таки тот, кто смиряется – это не тот же человек, кто унижается. Смиряющийся – это приходящий в мир, в первую очередь самим собой. Вот обращением «Господи, милости, буди мне грешнику» мытарь все ставит на свои места. Своё место он видит очень ясно, как человека грешащего. Действие своё он производит абсолютно, не обращая внимания на внешние обстоятельства, ему стыдно. Его движение совершенно непосредственное. И вот в этом смирении себя, ничего общего не имеющего с унижением, он оказывается в глазах Божьих, я бы сказал, более близким человеком. Потому что слова фарисея – «я не такой же, как все эти». А кто эти? Это такие же дети Адама, как и ты. И вот когда ты начинаешь себя противопоставлять всем остальным и считать, что ты лучше, к тебе приходит духовная слепота. Ты говоришь правильные слова. И то же самое у нас происходит очень часто в храмах. Люди приходят на исповедь. Я вот раздражаюсь из-за того, что имерек вывел меня из себя. Ну, так ты исповедуешься или имерека обвиняешь? Надмение не может, не должно быть в твоём ко Христу возгласе. Пусть это будет молитвенный писк, пусть ползвука, но совершенно произнесённого от сердца. От сердца твоего обнажённого к живому Христу. А слова фарисея – это церемония. Правильная, все ритуальные жесты вовремя сделаны, но там нет жизни. Ну, а что делать в том случае, если человек, может быть, и понимает необходимость обращения к Богу, но вместе с тем, ну, так смотрит на свою жизнь, на свои поступки, в принципе, ничего дурного он не совершал. Ну, не с чем ему к Богу обратиться вот с этим криком или каким-то другим звуком, да, таким покаянием. Ну, потому что он, в общем-то, хороший человек. То есть получается, вот по вашей логике получается, что он слеп? Нет, совершенно нет. Хороший человек просто – это не профессия. Бывает так, и ведь это же совсем неплохо, когда у тебя внутренне спокойно на сердце, и действительно совесть ни в чём не обличает. Но тогда ты можешь, ведь, к Богу обратиться со словом благодарности, с просьбой о том, чтобы дать ясность в вопросе о том, что тебе дальше делать, как быть. Но всякий раз ты должен исходить не из того, что ты хороший человек, и равным образом ты не должен себя унижать. Ты должен исходить из того, что твой разговор со Христом целью своей имеет вашу взаимную любовь. Никому же не придёт в голову сказать, когда он встречается, допустим, с невестой или с женихом, вот обрати внимание, я, среди прочего, ещё и в этом хороший человек. Люди же говорят… Вышивать могу. Да. И на машинке шить умею. Да, да, да. Люди же о другом совершенно говорят. Они говорят о каких-то общих вещах, о том, что для них дорого и ценно. И вот, мне кажется, и даже в минуту такого радостного покоя сердечного, когда совесть не гложет, и, может быть, это очень хорошо, что не гложет, если не за что. Самоедством тоже ведь не надо заниматься. Нечто дорогое и ценное в молитве может быть высказано, что тебя с Богом объединяет, что делает вас любящим и любимым. Спасибо вам большое за комментарий. Протерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. До свидания. Спасибо.